Привет! Рад тебя снова видеть на канале. Сегодня расскажу о том, как я собирал свою коллекцию ботинок с ноля, чем руководствовался и какие ошибки совершал. А также назову три пары, без которых не может обойтись полноценный мужской гардероб. Ну или, по крайней мере, мой гардероб. Как всегда, если видео оказалось полезным, не забудь поставить лайк и уж тем более подписаться. Погнали! В большинстве своем качественные ботинки это дорогостоящее удовольствие. Я всегда был адептом универсальности. И в случае вещей с высоким прайсом это особенно актуально. Так что, если ты сейчас не выбираешь четвертую-пятую пару в свой гардероб, я советую отказаться от ботинок с сильной направленностью в определенную сторону. Поэтому варианты с каблуками, с острыми носами, в необычной расцветке или с лишними деталями оставляем на время, когда уже собрали хорошую базу. У меня, например, на данный момент почти все ботинки черного цвета, потому что я знаю, что я 100% выжму максимум сочетаний из этого цвета. Сейчас покажу наглядный пример того, какую обувь выбирать не стоит. Тут прям целая комба косяков. Пару лет назад мы были на отдыхе в Италии и я решил выбрать себе туфли. В Италии же они 100% будут стильные и качественные и носить я их смогу много лет. Думал я тогда. Но на тот момент я не понимал, что эта обувь супер классическая и сочетается с безумно маленьким количеством образов. Разберем ее. Первое. Очень острый и официальный нос, который не наденешь в повседневных луках. Второе. Наличие каких-то узоров, лишних деталей тоже не играет на руку этой паре. Третье. Это отсутствие адекватного понимания, для чего мне вообще нужна эта пара. Я помню, что просто хотел купить что-то необычное, что смогу надеть с костюмом, который я особенно и не носил. В то время как адекватной целью для практически единственной дорогостоящей обуви в моем гардеробе было бы найти вариант, который я смогу комфортно сочетать с большинством образов и смогу спокойно носить как на работу, так и на встречи с друзьями и на какие-нибудь ивенты. Тем самым оправдывая дороговизну этой покупки. Как итог, надел я эти туфли всего лишь раз и отправил пылиться в шкаф. Наверное, уже навсегда. Но не будем о грустном, надеюсь, вы сделаете выводы из моих ошибок. Перейдем к моему топ-3. Первыми в моем списке идут низкие ботинки или полуботинки, или как бы вы еще их не называли. Для себя я выбрал такую супер универсальную модель туфлей. В свое время я все сайты перелазил, чтобы найти подходящие мне по стилю. Обязательными параметрами для меня были массивная подошва и отсутствие заостренного носа. Да, во второй раз на одни и те же грабли я не наступлю. Питерский бренд Мысли Студио просто спас меня со своими лаконичными моделями. И теперь большинство ботинок я заказываю именно у этих ребят. Такие туфли в большинстве образов с зауженными брюками просто незаменимы. И придают аккуратность и элегантность образу, в котором кроссовки видятся мне неуместными. Интересно, а у вас такое же мнение? Напишите в комментарии, можно ли сочетать эти образы еще с какой-то обувью, кроме туфлей. Как альтернатива туфлям уже долгое время охочусь за лоферами. Но никак не могу найти те самые. Если у вас есть предложения, ребят, поделитесь комментами моделями адекватными по силуэту. Пошли дальше. Не менее важное место в моем гардеробе занимают высокие ботинки. Не супер практичны и полностью закрывают ноги от грязи и слякоти. Я давний фанат модели Челси. В последнее время на другие даже не смотрю. Лучше всего такие ботинки смотрятся с более официальными образами, особенно с укороченными брюками. И тут мы подходим к ошибке номер два. Это дешевая, некачественная обувь. Заказал, значит, я себе на сайте Асос объемные грубые ботинки, которые были достаточно популярны пару лет назад. Кажется, тысяч за 5-6. Есть. Пришли дубовые несгибаемые калоши, в которых я заставился прогуляться несколько раз по улице, но больше не смог. Не знаю, будут ли дорогие массивные ботинки более удобными, но как будто бы шансов побольше. Идем к заключающему третьему варианту ботинок. Теперь ты находишься в ситуации, когда у тебя уже есть две базовые пары, у меня это черные ботинки и туфли. В принципе, с этим набором уже закрываются все основные потребности для обуви такого типа. Теперь настало время добавить перчинки, изюминки, огонька. А именно, выделяющиеся обувь. Возможно, не такую универсальную, но зато цепляющую взгляды. Хотя бы двой. Для меня такой обувью стали туфли Ханс от Мысли Студио. Здесь я решил остаться в рамках того же универсального цвета, но выбрать более необычный силуэт. В общем, для меня третья пара – это возможность забыть на время об универсальности, что-то такое, что будет отражением внутреннего стиля. Только давайте договоримся, не стоит бежать покупать красные макосины или туфли на высоком каблуке. Все-таки лучше без перегибов. На этом все. Если остались какие-то вопросы, прошу в комменты. Как всегда, буду благодарен лайку, подписке, репосту. До следующего раза.